Украинский беженец в Германии, настоящий беженец, не псевдобеженец, выводит украинских беженцев на чистую воду. Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала. Вас приветствует канал Эрика Берлин Дойчланд. Если вы случайно зашли на мой канал, буду рада новым подписчикам. Нажмите на колокольчик, и вы будете в курсе все новых видео, которые выходят на моем канале. Итак, мужчина, украинский беженец, рассказывает, что один из беженцев, возмущается мужчина, он говорит, здоровый, бугай, купил беженцам машину за 8, почти 9 тысяч евро. Я уже говорила, одно дело купить, другое дело еще ее финансировать, то есть очень дорого бензин, то, сё, страховки. Но они же ездят все равно с номерами украинскими, поэтому им не нужно это платить, много чего, пока еще. Так вот, ребятки, он еще возмущается, что его джоб-центр узнал об этом, то есть бюро по трудоустройству, и теперь хочет полностью увидеть доходы его, потому что все понимают по логике, откуда у человека, может быть, получая пособие, деньги на машину. Не только на машину, а еще и финансировать машину. Если ты получаешь пособие, даже если тебя оплачивают квартиру, если ты получаешь пособие в 500 с чем-то евро, ты в жизни, даже люди, вот мы, мой муж очень хорошо получал, и то мы решили отказаться от машины. Берем каршеринг на несколько часов в машину, когда надо. Ребята, особенно сейчас, когда будете смотреть видео этого украинского беженца, но он такой молодец, он живет как настоящий вот немецкий бюргер. Хоть не знает языка, но живет как немецкий бюргер. Он платит налоги, он сразу пошел на работу без языка. Ну, просто браво ему. Так вот, ребят, обязательно вам надо не упустить вот это несколько слов, одно предложение, которое он сказал. Мы сюда, мужчины, приехали, ну, чтобы опять на фронт епотех, чтобы поддерживать нашу семью, и чтобы наши женщины, когда я это услышала, я была в шоке, будучи в Польше, в Германии, они связаны с турками, арабами. Миллион. У меня вот даже несколько видео, просто у меня нет сил сейчас, я еще больная очень. Я просто вышла к вам в эфир, потому что, ну, я не могу по-другому, надо выходить, тем более скоро уеду, там сразу тоже не выставлю видео, там интернет плохой. Так вот, ребят, что я хочу сказать. Можете представить, что он сам сказал, что надо следить за нашими женами, чтобы они, мол, не ушли. Вы можете представить, и оставить их одних. Я была в шоке, это, конечно. Парень классный, но то, что он сказал, меня шокировало. Конечно, я об этом слышала, но когда сам украинский беженец об этом говорит, вот обязательно сейчас, я хочу, он так чуть-чуть немножко сказал, ну, так, не так много слов об этом, но он упомянул это. Всем привет. Хочется записать видео к своим соотечественникам, к украинцам, которые приехали в Германию и, как и я, бежали от войны. И вот все чаще я вижу видео, в которых они жалуются на то, что их заставляют там идти на работу, что эти 500 евро мало. Последнее видео меня вот буквально сейчас вообще порвало, когда здоровый бугай, который, судя по всему, сидит на пособии, жалуется на то, что его хотят лишить его, жену и двоих детей пособия за то, что он купил машину за 8700. Якобы они требуют с него доказательства, откуда у него эти деньги, что он не мог на бургер-гельтовские деньги купить эту машину. Они заблокировали ему все выплаты и в течение двух недель обязали его объяснить источник доходов. Мне хочется для своих соотечественников пояснить одну ситуацию. Мы с вами сюда приехали не от хорошей жизни. Мы сюда с вами приехали, потому что в нашей стране происходит определенное обстоятельство. Обстоятельства эти называются война. Женщины уезжали с востока, с юга Украины, потому что бомбят. Мужчины уезжали, чтобы помогать своим семьям, содержать, чтобы растить своих детей, чтобы видеть их, чтобы остаться в живых, чтобы быть счастливой семьей. Не отпускали своих жен в Варшаву, чтобы они с турками зажигали или в Берлинах. Понимаете? Тем не менее, есть ситуация. Я приехал сюда полтора года назад в Германию. Я получил, с момента, как я получил Ауцфенталь, я сразу вышел на работу. С первой работы не склеилось, был долгий и сложный путь. Мы приехали вместе с девушкой. До этого мы жили почти 4 месяца в Кракове. Приехали мы в эту Германию. Еще полтора месяца у меня заняло поиск работы. При этом я не получал гильд. Я не пошел на пособие. Хотя я пришел в джоб-центр и говорю, найдите мне работу. По деньгам, вы сейчас скажете, я, наверное, сидел на котонке с деньгами. Нет. Когда я выезжал из Кракова, у меня в кармане было 800 евро. Приезжал я в Краков тоже с 1000 долларов. У меня были доллары, потом я уже уехал с евро. И вот я вам что хочу сказать. Что мы абсолютно на своих силах. С нуля, с ничего. Мы себе купили машину, снимаем хорошую квартиру, хорошо ее оборудовали. У меня три телевизора, ваша шпуль-машина, посудомойка, стиралка, три телевизора, интернет, не знаю, гриль. Все в моей жизни есть. Я работаю, я проработал 9 месяцев в компании Амазон доставщиком. Три месяца в Амазоне на складе я проработал. Сейчас я работаю в Макдональдсе. Зарплата Макдональдса меня не устраивает, так как у меня есть автомобиль. У меня затраты на бензин только в месяц. У меня есть порядка более 300 евро, 300-350 евро. Я подсчитал, что в почте я заработаю больше. И в этот раз я пойду не на Амазон, а на DPD. И там у меня будет экономия по топливу, потому что автомобиль мне предоставит работодатель и так далее и тому подобное. Вопрос. Ситуация. Познакомились мы здесь с товарищем еще ровно год назад. Ходил он в Тафель, получал эту еду по 2 евро. Брал. И что-то туда-сюда. Хоть нет, я на этих работах работать не буду. Да я там. У меня образование. У меня опыт. Я там все в этой жизни умею, делаю. Сейчас я поучу язык, выйду. Результат. Я попутешествовал, поездил. У меня есть одна машина. Хочу вторую. Хочу открывать бизнес. Я в принципе, в принципе, по большому счету, по немецким меркам, живу как определенная небедная прослойка немцев. У меня страховка. Я вот сейчас не хочу я с отпуска выходить. Я только прилетел из Греции. Я еще хочу 4 дня побыть дома. Я пошел, взял себе больничный лист, кранкин лист. Хочу еще 4 дня дома побыть. Все, никаких проблем. Скинул руководителю. Все, все понятно. Результат. Этот полтора года, здесь, наверное, уже два. Ходит, учит язык. Знаете, где он работает? Пошел работать месяц назад. В Амазон. Туда же, куда я пошел без языка работать. Я по-немецки не бум-бум. Их бен аус ландер, аус украина, их кайны шпрах и дойч. Вот и все. Вопрос. И вот вы сидите, жалуетесь. У меня с машину, блядь. Осуждают нас немцы, что мы купили машину. Все. Чувак, ты сюда приехал не зарабатывать деньги. Ты уехал от войны. Украинцы должны понимать, что в этой Германии вы уезжаете от войны. Вы либо получаете этот гильд, сидите и молчите. И вот эти вот со своими флажками похождения, вот эти вот хождения по мукам, медведя-шатуны, оставьте их дома. Хотите ходить с флагами? Ходите дома. Вот эти вот россияне, украинцы, вы ходите со своими флагами. Вы в Германии живете. Чего вы живете в Германии и ходите со своими флагами? Вот эти, вы как эти палестинцы. Вы превращаетесь в них, реально. Вы превращаетесь в какую-то, правильно сказать, паразитов. Идите, работайте. Работа есть, заработать можно. 2, 2, 200, 2, 300. Заработать можно. Своё дело открыть можно. Вид на жительство открыть можно. Живите, работайте. Не нравится? Пожалуйста, домой. В ТЦК, в хуяка. Пожалуйста, у вас всё открыто. Вся ваша жизнь открыта. Любители Раши, пожалуйста. У вас всё открыто. Ваша вся жизнь. Меня эта страна очень устраивает. И я очень благодарен им за то, что они мне дали этот шанс. Если бы я был немножечко умнее, я бы ехал сюда не в 33 года, я бы уехал в 20 лет. И уже давно бы забыл бы про ваши две страны, которые недостойны даже на право на существование. С таким подходом и менталитетом. Я высказал сугубо своё субъективное мнение. Но я считаю, что это неправильно. Приезжать сюда и качать свои права. Вы здесь никто и звать вас никак, как и меня. И нам цена ровно 0,1, как говорит мой дедушка. И когда вы вот этот вот сухой пиздёж по мокрым стенам мажете, это выглядит не просто смешно, это выглядит позорно. Вы позоритесь ещё больше, как люди себя личные, единоличные и как нацию в целом. Прекратите позорить друг друга. Прекратите нас позорить, людей, которые здесь работают, которые платят налоги. Вы с наших налогов живёте, кстати говоря. Всем большое спасибо за внимание. Этот парень говорит, это, как вот я в моём видео уже говорила, он повторил мои слова. Я очень часто говорила в моих видео, что это паразиты немецкого общества, которые не сюда приехали прятаться от войны, от ЭЦК и так далее, а зарабатыванием занимаются денег. Причём зарабатывать денег, вот этот мужчина действительно, он зарабатывает деньги, по-честному зарабатывание деньги. А эти, они стараются эту систему как-то использовать, находят какие-то пути, махинации, какие-то различные, да ещё и возмущаются. Правильно он говорит, лучше сиди ты молчи. И если уж ты получаешь пособие, они ещё возмущаются. И правильно он сказал, ещё и выходят с флагами. Что вы здесь, правильно он сказал, с украинскими флагами в Германии делаете? А чего уж вы не остались на Украине? Почему? Сразу ТЦК вас хватит. Ребята, ещё раз хочу сказать, это приветствуется, если украинцы, украинские беженцы займутся действительно, ну, по-честному зарабатыванием денег. Это даже прекрасно. И для экономики хорошо, и для них хорошо. Но нет. Зачем же платить налоги? Лучше использовать различные лазейки, по-чёрному работать. Кстати, по-чёрному работать. Сегодня буквально я читала новые дебаты наших руководящих даже партий, крестьянско-демократической партии, других, даже вроде зелёные, они всегда их покрывали, украинских беженцев, мигрантов. И тем не менее, они видят, что дальше так делать уже не... Ну, бюджет, действительно, из бюджета ходят миллиарды на всё это. А люди действительно не стремятся работать. И уже всё время сейчас дебаты о том, что новым беженцам из Украины не предоставлять пособия, бюджет, а их как азилянтов, как азилянтов, как других беженцев, как мигрантов, например, таких, как из Сирии. Ведь я опять говорю, это разные у них совершенно пособия. Бюджет и те, которые получают азилгейт, деньги для азилянтов. Это совершенно для мигрантов. Это совершенно разные у них суммы. Довольно внушительная разница. Понимаете, это разница огромная. Почему мне говорят, почему вы говорите только за украинцев? Я не только, во-первых, говорю за украинцев, но это большая разница. Смотрите, парень говорит, он вообще по-немецки не бум-бум. Он уже полтора года работает. Понимаете, это только отмазки. Вот опять же хочу повторить, потому что, ну, как говорится, знаю этот канал, а не Настя. Они только все ему и говорят под своих видео. Подкрывали каналы и говорят все ему в своих видео. Ах, вот сейчас ждем курсы повторные. Да никогда вы, и даже третьи курсы вам дадут, вы никогда не выучите язык, потому что вам это не надо. Вы оттягиваете время. До сих пор только пользуйтесь этим обществом. Только оттягивайте время. Это бред. Человек, который, вот как мы приехали все, Руслан Дойче тоже, и как приехали все, кто замуж, по выходил за немцами. Они после полгода уже все куда-то устраивались, выходили на работу. Они чем-то занимались, повышали квалификацию, защищали свои дипломы и так далее и тому подобное. Ребят, не будут они, те, которые сейчас уже третий год, не хотят учиться и работать, они не будут работать. Вот сейчас тоже дебаты ведутся. Только сегодня вот я просмотрела ленту и новости, что те украинские беженцы, которые только... Вы будьте осторожны там со своими махинациями, украинские беженцы. Сейчас все идет к этому. Вас будут лишать на два месяца. Если только узнать, что вы работаете по черным, на два месяца вас будут лишать пособий. И очень потом вас контролировать. Очень. Поэтому те, которые подкрывали каналы, говорят, ой, мы знаете, а мы сообщили, что мы подкрывали каналы, ну, немножечко меньше мы получаем пособия. Ну, не надо на публику работать. Здесь не идиоты. Почему-то всегда считают, вот украинские беженцы, которые подкрывали каналы, что они самые умные. Особенно в стране самые умные. Если бы еще вы жили на Украине, а мы были бы там чужие, мы еще, может быть, там подумали, да, вы, может быть, больше знаете, все такое. Но мы-то знаем систему. Не говорите чушь какую-то. Никогда в жизни у вас на этом не пойдет, на эту сделку, как говорится. Мы немножко меньше получаем пособий, зато имеем канал. Ну, не надо. Вам разрешается максимум работать, только 100 зарабатывать евро. Так что не надо это идиотами считать других людей. Сейчас, ребята, уверяю, если вот сейчас все время идут эти дебаты о том, что беженцам давать такое же пособие, как мигрантам, то есть как азелянтам, у нас называются азелянты, это больше, чем на 100 евро меньше в месяц. Подумайте. Они еще больше подумают. Тогда они точно уже подумают, идти на работу или не идти на работу. А если вообще бы убрали бы, еще лучше было. Или хотя бы половину сделали. Слишком, я опять повторю, распустили. И причем распустили часто колхоз, которые там в жизни ничего не видели. Здесь они открывают рды. Им видели те, не хватает-то этих даже пособий денег. Мол, как же жить? А как жить? Вот как этот парень жить? Выходить на работу даже без языка. А вы молодые, здоровые, учите с наушниками, в метро езжайте, машины меньше покупайте, берите себе учителей, если у вас не хватает вам интеграционные курсы. Инвестируйте денежки в обучение на немецком языке из тех денег халявных, которые вы имеете и которые вы зарабатываете на YouTube и на других, по-черному, если вы работаете. И эти денежки инвестируйте в немецкий язык. И тогда у вас все будет круто. И тогда вы можете подтвердить свои дипломы. Вы же все, как говорится, образованные. Хотя в образованность я, честно говоря, не верю. И человек, который за почти два с половиной года, молодой, 25-летний, скажем, который все ждет и ждет и ждет, как будто следующих курсов до сих пор не может пару слов связать. Для меня это не может быть образованный человек. Не дело в том, что ты говоришь грамматическими ошибками, я сама говорю уже на русском грамматическими ошибками после почти 40 лет жизни здесь. Не в этом дело. Дело хотя бы просто, не нужно грамматики. Просто обыкновенный уличный язык. У нас говорят, даже этого невозможно. Это просто человек не хочет. Короче, дорогие украинские беженцы, которые подкрывали каналы, которые по-черному работают, хватит ныть, чтобы вам не хватает денег. Выходите, как этот парень, на работу, респект этому парню. Есть такие, уже несколько раз я выставляла люди здесь, слава тебе, Господи. Молодец мужчина, это просто, браво ему. И он живет, как немец. Ему нельзя сказать даже, что он беженец. Он живет нормальной жизнью бергера. И, к сожалению, чем больше вот таких, как вы, пьявок и таких вот паразитов, к сожалению, чем хуже отношение, общее отношение немцев к иностранцам будет. Из-за вас. Из-за вас. У нас такого раньше не было. И даже те, которые не спрашивают, ты просто проходишь, вот этот парень, например, даже если не знает языка, но он работает, он платит налоги, он все делает. Вот представьте, ребята, есть люди, многие сейчас агрессивные на иностранцах. Это не зависит, кто. Просто агрессивные. И будут судить все по этим людям, которые действительно вот клопы этого общества, которые пьют кровь и вымогают все, что возможно, и махинациями различными занимаются. Они привыкли там, они не могут по-другому, понимаете, они не знают эту систему. Они вроде бы хотели кружевные труселя и хотели на Запад, но они не знают. Я не знаю, они считали, наверное, что на Западе налоги не платят, что на Западе зарплату получаешь бруты, как нету. И полностью деградация в голове была и представления, которые внушили им, ну, они просто для меня просто дебильные, понимаете? Вот по-другому я не могу сказать. И я считаю этих людей образованными. Образован человек, он развит в различных сферах немножко там, немножко там, немножко там образованный человек. Ему не нужно быть до 100% все знать в какой-то сфере или в политике, в культуре, но он общий, хорошо развит. Понимаете, ребята? А человек, может, он даже имеет какой-то диплом, но это еще не значит, имея вот один диплом, что он образованный человек. Причем, вы знаете сами, какие дипломы у них. Вот так что об этом даже долго разговаривать не надо. Все прекрасно, все чудесно понимают. Дорогие друзья, с вами была Эрика Клаус. Еще раз, кто хочет, подписывайтесь, нажмите на колокольчик. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки. От души к вам ваша Эрика. До новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok